Друзья, всем привет! Я хочу вас поздравить с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством! А я продолжаю снимать серию видео о семенах овощей, которые буду выращивать в 2019 году. О томатах я уже отсняла видео, я оставлю ссылку в инфобоксе, можете зайти посмотреть. А сегодня речь пойдет о перцах и о баклажанах. Но прежде чем сказать о перцах и о баклажанах, у меня здесь еще одно приобретение томатов, о которых я не могу вам не сказать. Это томат сорт Марцана, Сан Марцана. Эти томаты я купила, основываясь на отзывы, это альянский сорт, купила с конкретной целью для томатного сока изготовления и для вяления. Потому что этот именно сорт томатов очень подходит, чтобы их вялить. Также они хороши и цельноплодное закрывание в собственном соку, и соусы, аджики и так далее. Он мясистый, красный, плоды плотные, весом около 100 грамм, дружно созревают. Если не успел даже собрать сеточки, они не портятся. И как я уже сказала, он идеален для сушки. В этом году я хочу побольше насушить томатов, закрыть их как заготовку в масле. Я уже в этом году попробовала, только у меня был сорт Каспар. Я даже не делала на него обзор, а просто для эксперимента. Неплохо получилось, мне понравилось. Поэтому в этом году есть опробованный рецепт вяленых томатов в масле. Буду закрывать, конечно, поделюсь с вами рецептом. И вот такой у меня еще появился сорт томатов. Честно сказать, у меня еще около десятка появилось новых сортов томатов, потому что мы обменивались со зрителями томатами. И так я просто еще подкупила немножко. В общем, около десяти сортов еще новых у меня. Но их даже показывать не буду, потому что, в принципе, наверное, сажать я их не буду. Оставлю на следующий год. Так, а теперь начнем с перцами. Перцы, которые я здесь выращивала, и собраны свои семена. Я буду вставлять свои фотографии с моего огорода. А уже новинки это фотографии с интернета. Начну обзор вот с такого венгерского сорта Альма Паприка. Как раз этот сорт идеален для паприки. Раннеспелый, урожайный, в биологической спелости приобретает красный окрас. Форма перца округлая. Еще его называют яблочная паприка. С толстыми стенками. Мякоть сладкая, хрустящая. И, как я уже сказала, с легкой остринкой. Как вы знаете, что главной стороной на экспорт паприки является Венгрия. И они как раз и употребляют паприку, так называемую, королевскую. Это именно со стринкой. Так что, как вы уже поняли, этот перец будет мной посажен только для приготовления паприки. Буду пробовать в этом году с этого сорта. Дальше у меня идет гибрид. Это гигант Тороса. Вы видели фотографии. Перец очень красивый. Фотографии с моего огорода. Выращиваю его уже три года. Отличный гибрид. Куст мощный. Обязательно его нужно формировать и подвязывать. Каждую веточку вела этот перец в 3-4 стебля. Плоды крупные, очень толстостенные, красные, сочные, ароматные, хрустящие. Сейчас я буду просто его хвалить и хвалить. Хорошо, хорош. Мной попробован уже влечо. Я закрывала, я их фаршировала даже, несмотря на то, что он крупный. Я его разрезала вот так на три части и каждую часть фаршировала. И все прекрасно фаршировалось. Очень вкусно. Еще хочу сказать, что именно фарширование, когда он тушеный, он приобретает какой-то особенный вкус сладкий. В общем, съедается не только начинка в фаршировании, но еще и сам перец. Что для моей семьи это не свойственно. Но перец сам по себе очень вкусный в приготовлении. В этой пачке 20 семян. Прошлая пачка у меня была точно такая же. Было 12 семян и мне их хватило на 2 года. Следующий сорт это сороксари. Давно искала семена. Не так-то легко было их найти. Это балканский сорт. Раннеспелый. Куст среднерослый. Плоды крупные довольно-таки до 200 грамм. Мясистые. Стеночка до 1 сантиметра. Цвет плодов оранжевый. Мякоть сочная, сладко-ароматная. Очень мне понравился этот перец и по описанию, и по картинке. И мне его когда-то очень давно рекомендовали. Вот нашла семена. Следующий сорт айварский. Раннеспелый. Плоды удлиненные в виде конуса до 15 сантиметров. Красный весом до 200 грамм. Мякоть сочная, сладко-ароматная. Стеночка до 6 миллиметров. Считается лучшим сортом для гриля. В этом году хочу сделать зимнюю заготовку на гриле. Это перцы и баклажаны. Их заморозить. Поэтому приобрела сорта, которые для этого предназначены. Вот один из них это айварский. Это маркони. Тоже перец из серии. Приготовление на гриле. Только желтого цвета. Раннеспелые, урожайные. Плоды длинные. Крупные. Весом до 300 грамм. Стеночка в 3-4 миллиметра. Эти сорта еще отлично подойдут для приготовления сладкой паприки. Кто не любит остринку. Следующий сорт это яблочный спас. Я его выращивала в прошлом сезоне. Семена собрала уже здесь свои. Хороший сорт. Куст с плодами смотрится очень декоративно. Плоды похожи на наливные яблочки. Как и писал производитель. Очень плотно прилегают друг к другу. Прям облепленный весь куст этими плодами. Сладкие, ароматные, мясистые, толстостенные. Более 1 см стеночка. А то и выше. Они просто очень толстостенные. В свежих салатах очень хорош. В заготовках. Я его как раз таки запекала на мангале. И замораживала. Для приготовления пиццы вкусные. Единственное что. Хочу сказать, что он очень сочный. И очень толстостенный. Поэтому при разморозке. Он выделял очень много жидкости. Поэтому вот этот сорт. Все таки он не для запекания. И последующей заморозки. Есть определенные сорта. О которых я сейчас говорю. Которые действительно выведены. Для запекания. И подходит на 100%. Но его стоит посадить. Не как, конечно, основной урожай. Для снятия основного урожая. А чтобы вот именно полюбоваться. Полакомиться вот таким очень вкусным перцем. Мне он понравился. Поэтому я его буду высаживать. 3-4 кустика. Этого достаточно. Следующий сорт из новинок. Это перец сладкий. Дольче итальяна. Тоже сортовый. Мы вообще этим сортом поменялись. Семенами с моей зрительницей. Это она мне прислала. Вот такие семена. 5 штучек. И буквально там через недельку. Представляете. Мне их уже подарили в пачке. То есть. Вот. Еще семена. Но. Семена в этом году. Этого сорта. Я не буду высевать. Так как у меня уже более 10 сортов получается. А в теплице места мало. По большей части перца я высаживаю только в теплице. Единственное острые могу посадить в открытый грунт. Потому что. Все таки в теплице. Урожай снимается по максимуму. Вот. Эти семена я оставлю на следующий год. Но вот тогда кто хочет. Тоже он раннеспелый. Почитаю вам. Растение. Значит. Не высокорослое. Плоды крупные. Длиной 15-18 см. Стеночка 4-5 мм. Красного цвета. Вот такие красивые перцы. На картинке. Это уже оставляю на следующий год. Следующий сорт. Змейка. Не выращивала. Мне его посоветовала. Знакомая. Выглядит очень декоративно. Похож на острый. А это на минуточку. Все таки сладкий перец. Он конечно тонкостенный. Но она сказала, что он очень урожайный. И она его сажает из-за вкуса и аромата. Сказала, что ни с чем не спутаешь аромат этого перца с другими. Она его высушивает как острый на нитке. И добавляет прям целиковыми сушеными. Добавляет в борщ, в рагу, в супы. В общем, везде-везде. И придает неповторимый вот этот перечный запах. Я решила им теплицу не занимать. Высажу в горшки. У меня есть 70-литровые горшки. И будут у меня стоять они, возможно, в теплице, в дорожке. 2-3 куста и мне будет достаточно. Говорит, что просто супер урожайный. Весь куст облеплен вот такими змеевидными перчинками. Очень сладкий и так далее. В общем, нахвалила-нахвалила. И я решила его приобрести. Попробуем, что получится. Она даже говорит, что она из него и паприку делает. Тоже отлично все получается. Ну, посажу, я посмотрю, что за чудо-перец. Еще у меня есть сорт испанский сладкий. Я его выращивала в том сезоне. Он мне понравился. Не знаю, еще под вопросом, буду я его сажать или нет. Это семена остались с прошлого года. Я даже свои не стала собирать, потому что в упаковке очень много семян. Ранеспелый, красный, крупненький перец. До 200 грамм он идет, но у меня был помельче. Стеночка довольно-таки толстая, ароматный, сочный. Нормальный перец. Ничего такого в нем нет, но вкусный, стандартный сладкий перец. Вот будет у меня он под вопросом, сажать его или нет. Или пока оставлю, посажу новинки. Конечно же, я выращиваю острый перец. Два-три куста в открытый грунт я высаживаю. Вот такого букетика на зиму для нашей семьи предостаточно. И знаете, я пробовала очень много сортов. По несколько высевала и крупноплодные, и длинноплодные. Каких только у меня не было. В общем, знаете что, наигралась я перцем. Не хочу больше выбирать сорта, там что-то пробовать. Меня устроил вот такой перец. Он компактный, небольшой, очень жгучий, очень удобный в применении. Я беру одну-две перчинки, допустим, в заготовку положила, и все хорошо. А вот эти крупноплодные перцы, начинаешь их резать, корректировать остроту и так далее. А это для меня очень удобно, компактно, красиво, декоративно. В общем, нравится мне этот сорт. На кухне он у меня прямо так на бечевочке висит декоративно. Мне нравится. Я даже не вытаскиваю семена, вот так вот он висит. И отсюда же я буду его и высевать на рассаду. В этом году также я заказала такие сорта, как рамира, рамира оранжевый, рамира желтый и рамира красный. Вот как раз рамира красный я выращивала в прошлом сезоне, собрала свои семена. Вы удивлены? Да, рамира бывает вот такой трехцветный. Но очень мне захотелось собрать эти цвета у себя в теплице, конечно, их вырастить. Отличаются они только по цвету. Выращивала я в прошлом сезоне, как уже сказала, рамира красный, поэтому могу о нем вам рассказать. Это сумасшедший сорт. Куст мощный. Обязательно его нужно подвязывать в теплице. Вела его в 3-4 стебля. Урожайные плоды длинные. Напоминают перец чили до 200 грамм. Считается одним из самых сладких сортов. Стеночка, правда, у него не толстая. Там она идет от 3 до 5 миллиметров. Отлично подходит для запекания, для паприки, для сушки. В свежем виде он очень вкусный. Приготовление с него пасты с чесноком великолепное получается. Советую его посадить. Но это не забывайте не то растение, которое вы посадили и забыли. Требует ухода. Но отдача от него будет у вас отличная. В открытом грунте не выращивала. Вообще он среднего срока созревания. Поэтому считаю целесообразным сажать его в теплице. Тогда и урожай у вас он отдаст по максимуму. Для небольшой семьи, даже для большой, возможно, даже семьи, посадить 3 куста. И вам это будет просто за глаза. На следующий год я буду собирать семена всех этих видов ромира. Еще хочу сказать, что ромира оранжевая. Как видите, здесь вообще-то нет семян. Потому что я заказала эти семена в интернет-магазине. Вот желтый ромира и это оранжевый. Здесь они клали по 5 семечек, семян. А здесь они, видимо, забыли положить. В общем, произошел такой, знаете, очень неприятный случай с интернет-магазином. Который оставил такой неприятный у меня в огородной душе моей осадок. Потому что я в интернет-магазине, знаете, семена заказываю очень давно. Я их начала заказывать, когда еще их на просторах интернетах были, знаете, 1, 2, 3 магазинчика садово-огородных и все. И вот такой случай, да, с каким-то неприятным продолжением у меня произошел вообще впервые. И я хотела рассказать в этом видео, что за случай там так с этим интернет-магазином. Но не хочу занимать ни время, ни желание сейчас, ни сил. Не хочу рассказывать об этом. Сниму отдельное видео, как интернет-магазины поступают некрасиво с нами, с покупателями. Ну, в любом случае здесь семян нет. Вот, но если я загорела желанием найти ромира оранжевый, в любом случае я семена эти найду, и они у меня в этом году будут посажены. Пока что у меня есть ромира красный свои семена и ромира желтый. Оранжевый буду искать. Вот такие перцы я буду выращивать в этом году. Остались у меня баклажаны. Смотрите, как у меня все скромненько в этом году. В прошлом сезоне выращивала в теплице баклажаны. 4 гибрида. Это щелкунчик, эпик, фабина, еще какой-то гибрид. Понравились. Я собрала достойный урожай. Клеща у меня в теплице паутиного не было, что очень хорошо. Но в середине сезона начался почему-то листопад. И уже прямо в конце сентября появилась тля. В общем, после тли я решила баклажаны убрать. Но урожай был достойный. В этом году я хочу упростить себе жизнь, потому что все-таки посаженные в теплице баклажаны не требуют дополнительного хода, постоянной слежки, чтобы они ничем не заболели и так далее. В этом сезоне я их буду выращивать в открытом грунте. Не буду занимать ими теплицу. Остановилась на сортовых баклажанах. И всего лишь их у меня два. Это сорт сосулька. Среднеранний. Плод цилиндрический. Длинный, белый, диаметр маленький. Масса до 200 грамм. Куст средней высоты. Вот так здесь всего лишь 5 семян, поэтому попробуем. И корейский карлик. Не путайте, это не японский карлик. Семена приобрела у огородника. Замечательного человека. Просто с колоссальным стажем огородничества. Вот он сам собирает эти семена. Очень рекомендовал мне эти баклажаны. Они именно для средней полосы выращивания. Вот Московская область. Для открытого грунта. Сорт скороспелый. Куст 45 сантиметров всего лишь. Плоды классической формы. Немножко грушевидные к низу. Приспособлены, как я уже сказала, выращиванию к средней полосе. Цвет у баклажана классический. Вот такие сорта будут у меня в открытом грунте. В следующем видео хочу показать интересные семена огурцов, кабачков, арбузов. И очень редкие нашла сорта горошка сладкого. Если вам интересна эта тема, заходите на канал, подписывайтесь. Я желаю вам всего самого хорошего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok